Кубок Анны Багали стартовал в Новосибирске. Это самые большие детские соревнования по биатлону в нашей стране. У нас проходит третий заключительный этап. Сегодня завершился второй день турнира. Спортсмены соревновались в индивидуальных гонках и спринте. Как это было, расскажет Михаил Якимов. Юные биатлонистки пока бегают без винтовок за спиной. Оружие на огневом рубеже. Девочкам по 11-12 лет, но стреляют уверенно. Сегодня соревнуются в индивидуальной гонке. Да, конечно, сложно. И стрельба тоже, потому что поускоряться там на кругу, а потом на стрельб еще приехать. И надо дыхание восстановить, и все так сложно. Погода ясная, практически без ветра. То, что нужно для соревнований. Но даже в таких комфортных условиях на финише многие валятся без сил. На дистанции выложились полностью. Тяжело было очень сильно. Снег. Стрелять тоже было тяжело. Как у тебя с попаданиями, с меткостью? Нормально. Пропусков немного. Юноши вышли на дистанцию раньше. Быстрее всех оказался Евгений Фоменков из Новоуральска. Он без промаха отстрелялся на всех трех огневых рубежах. Просто как бы сам себя замотивировал. То, что нужно... Я знал то, что я первый иду. Я видел. Вот. И я замотивировал то, что если я сейчас хорошо пробегу, то первый буду. Победа на Кубке Анны Багалий огромное достижение. Ведь для большинства юных биатлонистов это первые большие всероссийские соревнования. Мы играем и учимся биатлону. Мы через старты учим правила соревнований. Мы начинаем, знаете, культуру прививать биатлонную. Обращение с оружием. Обращение с... Помимо стадиона, как мы общаемся с соперниками. Биатлонная семья. Это свой мир. Это мир конкурентов. Но за пределами трассы они друзья. Многие дружат регионами. Они дружат командами и помогают. Накануне, в первый день соревнований, 10-летняя Валерия Таранцева из Новосибирска завоевала золотую медаль в индивидуальной гонке. Впереди у спортсменов спринтерские гонки, масс-старт и эстафеты дружбы, где в одной команде выступают ребята из разных городов. Михаил Якимов, Олег Тролевец, Новосибирские новости. Спасибо, что смотрите канал Новосибирские новости. Мы рады предложить вам интересное и полезное видео. Если хотите оперативно получать информацию о жизни города, подписывайтесь на наш канал. Жмите колокольчик, чтобы не пропустить последние новости. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok